Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Александр Блиников. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на минувшей неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Экологический отчет Смоленской АЭС. Предприятие готовится к зиме. Лучший мировой опыт для обеспечения безопасности. На атомной станции испытали уникальное противоаварийное оборудование. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции Александр Васильев сообщил о работе атомных станций России. В работе находится 26 энергоблоков с мощностью более 21 тысяч мегаватт. Выработка текущая составляет более 153 миллиардов киловатт-часов, 104,5% от плана. Киум более 85%. О техническом состоянии энергоблоков доложил заместитель главного инженера Вадим Скирда. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока, первый и третий, с суммарной мощностью 2105 мегаватт. Блок номер два находится в ремонте. Существенных замечаний по работающему оборудованию, препятствующим нанесению нагрузки нет. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающие территории не изменялся и соответствуют естественным природным значениям. Смоленская АЭС готова к работе в осенне-зимний период. Такое заключение сделала комиссия по итогам проверки, которая проходила на атомной станции на минувшей неделе. В течение недели эксперты оценивали готовность оборудования к работе в осенне-зимний период, анализировали документацию и оценивали подготовленность сотрудников. Дополнительно комиссия проверила организацию проведения общественной противоваренной тренировки по действиям оперативного персонала в условиях сильного мороза. Условия, основные дополнительные готовности нам продиктованы положением по проверке Минэнерго. Одно из условий – запас топлива. Запас топлива на станции есть. Одно из основных условий – подготовленность персонала и проведение противоваренных тренировок. Это все есть. Комиссия установила, что все условия готовности выполнены и считает возможным выдать Смоленской АЭС паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. Смоленская АЭС презентовала экологический отчет в Десногорске. Мероприятие состоялось в городской администрации. Большую активность проявили педагоги. Участие в заседании принял глава Десногорска, представитель федерального медико-биологического агентства и наша съемочная группа. В настоящее время общее количество отходов производства и потребления Смоленской АЭС составляет 0,3% от общего объема производства и потребления всех промышленных предприятий региона. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2014 году составили более 146 миллионов рублей. АЭС реализовала ряд природоохранных мероприятий, например, реконструкция очистных сооружений и расширение полигона промышленных отходов. Эксперты-атомщики из Словакии и США поделились со специалистами Смоленской АЭС знаниями и опытом в области самооценки эксплуатационной безопасности. На атомной станции прошла миссия технической поддержки Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих АЭС. Эксперты посетили подразделения атомной станции, провели беседы с персоналом, продемонстрировали особенности подходов и методов проведения самооценки на зарубежных АЭС. В завершение миссии они предложили рекомендации по улучшению процедуры самооценки на Смоленской станции. По словам советника Московского центра ВАУ АЭС Андрея Носова, самооценка эксплуатации включает в себя понимание того, что нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо постоянно анализировать свою деятельность и улучшать свои показатели. Проводили интервью, то есть мы пытались понять в чем проблема, со многими подразделениями провели интервью. Второе, эксперты представили свои презентации и во время презентации были дискуссии. И по результатам были предложены рекомендации для улучшения, но результат думаю оценивать только Смоленской станции. Хорошо мы отработали линию. Самооценка проводится разными способами. Применяется анализ документации, наблюдение за работой персонала, собеседование с работниками. Результаты анализируются и на их основе разрабатываются корректирующие мероприятия. Сама оценка отличается от внешних проверок. Она вовлекает работников, позволяет им критически взглянуть на собственную деятельность, увидеть и устранить недочеты. Уже на сегодняшний день экономический эффект от реализации ПСР-проектов на Смоленской АЭС составил порядка 130 миллионов рублей. В общем деле повышение эффективности производства на Смоленской АЭС и создание образцового ПСР-предприятия важную роль играют предложения по улучшениям. На данный момент мною с 2010 года было подано 56 предложений, 52 из которых внедрены. Каждое поданное предложение повышает безопасность труда, производительность труда и улучшает работу нашего предприятия. С конца прошлого года на станции система подачи предложений вышла на новую ступень развития и получила название «Фабрика идей». Мое первое предложение, одно из первых, это было предложение по сварке технологических каналов, применение поплавкового ротаметра. В результате количество брака сократилось в несколько раз практически. В первом полугодии 92 работника из разных подразделений подали около 400 предложений, 300 из которых принято. В числе активистов старший мастер цеха централизованного ремонта Юрий Калаур, инженер отдела по ремонту зданий Ольга Шамшурина и старший мастер Евгений Филиппов. Помимо денежного поощрения им объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку. На Смоленской АЭС испытали уникальный противоаварийный комплекс. Поставка автономного передвижного оборудования – очередной этап так называемых постфукусимских мероприятий, направленных на повышение устойчивости энергоблоков и хранилища при экстремальных внешних воздействиях. На его создание направлено порядка 270 миллионов рублей. Репортаж Марина Михальчик. Сегодня мы стали свидетелями работы современной уникальной техники российского производства. Называется эта машина насосно-рукавный противоаварийный комплекс, который может работать абсолютно автономно и подать воду из любого водоема через специальный рукав на расстояние более двух километров. Это позволит даже в ситуации полного обесточивания энергоблоков и другой техники подать воду на охлаждение реакторной установки. У нас у единственных на сегодняшний день комплекс, который может не только брать воду, находясь на берегу любого водоема, они могут зайти на любую глубину, забирать воду оттуда и оттуда же по рукавной системе подавать. Уникальность также в том, что, как вы видите, все это на гусеничном ходу. В случае техногенной аварии, при завалах дорог, при невозможности проезда колесной техники, все вот эти механизмы пройдут без всяких проблем. В случае нештатной ситуации, если по каким-либо причинам невозможно подать электроэнергию на собственные нужды, в запасе есть всего несколько часов, чтобы обеспечить охлаждение активной зоны. Чтобы развернуть комплекс, привести его в действие и подать воду к промышленной площадке, потребуется чуть больше полутора часов. Этот комплекс позволяет все это сделать в сжатые сроки. Вода подается по рукаву 2 километра 200 метров диаметром 300 с давлением 10 килограмм. Аналогичная установка нами уже произведена и поставлена на Калининскую атомную станцию, там в другом исполнении, на шасси КАМАЗа. Здесь Смоленская станция пошла дальше и посчитала, что данная техника необходима на вездеходах. Насосно-рукавный противоаварийный комплекс дополнит систему передвижного противоаварийного оборудования, которое уже было закуплено в рамках постфокусинских мероприятий. Новый мобильный комплекс обеспечит бесперебойную подачу воды к станции даже при самых маловероятных экстремальных условиях. Я очень доволен, что средства противоаварийного реагирования на Смоленской станции пополнились таким уникальным комплексом. Ну, пусть он нам никогда не понадобится, но, с другой стороны, пусть он у нас будет. Марина Михальчик, Григорий Шилин. Десногорск. Для ГТРК «Смоленск». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова